Пушкинская школа Летний оздоровительный лагерь у нас организуется в восьмой раз. Пользуется очень большой популярностью. Дело в том, что и наше учреждение Пушкинская школа располагается в прекрасном месте. Соответственно, наши дети живут в Пушкинском Захарово. То есть, понимаете, все пленеры, веселые старты и прочие мероприятия мы, как правило, проводим в красивейшем месте в Пушкинском Захарове на природе. Это очень большой плюс. В июне в основном была прекрасная погода. Педагоги Пушкинской школы готовят ежедневно очень много интересных мероприятий. И кроме того, мы сотрудничаем и с парком Захарова. Они нас приглашают на квесты очень интересные. И музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина любезно для нас открывает двери. Вот вчера наших детей приглашали на бесплатную экскурсию в усадебный дом. Мы им очень благодарны. Ну и, естественно, в стенах наших Захаровского Дома культуры, где мы располагаемся, работают объединения для детей. Они продолжают заниматься летом. Очень пользуются большой популярностью рисования песком, изобразительного искусства занятия, декоративно-прикладного творчества, потому что есть возможность их провести на природе. Принести мольберты. Это, ну, такой сплошной релакс. Играет с большим удовольствием дети на гуслях, причем дети, которые в образовательное вот это время, в учебное, не занимаются. Вот. А именно сейчас они взяли первый раз в руки этот замечательный инструмент и приготовили сказку даже какую-то интересную. Мы можем ее тоже прийти к ним в гости и посмотреть ее. Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно тридцать лет и три года. Старик ловил неводом рыбу, старуха брила свою пряжу. Раз он море закинул в невод. Пришел невод с одной тимой. Он в другой раз закинул невод. Пришел невод с травою морской. В третий раз закинул он невод. Пришел невод с одной рыбкой. С непростой рыбкой. Золотой. Отпусти ты меня, стача. Дорогой за себя отдам откуп. Откуплюсь чем только пожелаешь. Бог с тобой, золотая рыбка. Ты помни, откупа не надо. Ступай себе в синее море. Гуляй там себе на простое. Вратился старик к старухе. Рассказал ей великое чудо. Дурачина ты, простофиля. Не умел ты взять выкупа с рыбки. Хоть бы взял ты с нее корыто. Наша-то совсем раскололась. Вот пошел он к синему морю. Видит, море слегка разыгралось. Чего тебе надо, достача? Смелись, государная рыбка. Разбронила меня моя старуха. Не дает старику мне покоя. Надо бы ей новое корыто. Наша-то совсем раскололась. Не печалься, ступай себе с Богом. Будет вам новое корыто. Воротился старик к старухе. У старухи новое корыто. Дурачина ты, простофиля. Воротись ты к рыбке. Проклонись. Ей выброси уж избу. Вот пошел он к синему морю. Помутнело синее море. Чего тебе надо, достача? Смелись, государная рыбка. Еще больше старуха бронится. Не дает старику мне покоя. Избу просит сварливая баба. Не печалься, ступай себе с Богом. Так и быть, изба вам уж будет. Воротился он к твоей землянке. А землянке нет уж следа. Перед ним изба со светлой, с кирпичной трубой, с дубовыми воротами. Дурачина ты, простофиля. Не хочу быть крестьянкой. Хочу быть столбовой дворянкой. Пошел старик к синему морю. Неспокойно синее море. Чего тебе надо, достача? Смелись, государная рыбка. Уж не хочет быть старуха крестьянкой. Хочет быть столбовой дворянкой. Не печалься, ступай себе с Богом. Воротился старик к старухе. Что ж он выйдет? В высокий терем на крыльце стоит его старуха. В дорогой соболье душегреки. На руках золотые перстни, на ногах красные сапожки. Воротись, поклонись, а рыбки. Не хочу быть столбовой дворянкой, а хочу быть вольной царицей. Старичок отправился к морю. Почернело синее море. Чего тебе надо, старче? Смилуйся, государная рыбка. Уж не хочет быть старуха дворянкой. Хочет быть вольной царицей. Не печалься, ступай себе с Богом. Добро будет старуха царицей. Старичок к старухе воротился. Что ж, перед ним царские палаты. В палатах видит он свою старуху. Воротись, поклонись, а рыбки. Не хочу быть вольной царицей. Хочу быть владычицей морской. Чтобы служила мне рыбка золотая И была у меня на посылках. Старик не осмелился перечить. Вот идет он к синему морю. Видит на море черная буря. Чего тебе надо, старче? Смилуйся, государиня рыбка. Уж не хочет быть старуха царицей. Хочет быть владычицей морской. Чтобы ты сама ей служила И была у нее на посылках. Долго убора ждал он ответа. Не дождался, к старухе воротился. Глядь, опять перед ним землянка. На пороге сидит его старуха. А перед нею разбитая корыта. Когда меня позвали поработать в лагере Мне сказали, что я буду вести инструмент гусли Я сначала очень удивилась Потому что действительно, как объяснить ребенку Который не имеет отношения к музыке И вообще все дети, которые ко мне приходили заниматься В этом месяце Никто не ходит ни в музыкальные школы Никто вообще с музыкой никак не связан Ни на каких других инструментах они не играют И, конечно, задача была поставлена Я сначала подумала, что сложное Но дети как-то себя сами раскрыли Я разработала такую специальную систему, программу Мы начали проходить инструменты И мы не касались нот вообще То есть дети играли, не зная нот Не зная каких-то правил грамматики музыкальной То есть я не стала вдаваться в эту теорию Сложную, нудную для детей Мы сразу решили что-то сделать яркое, позитивное Чтобы всем понравилось И решили поставить сказочное представление А так как мы все-таки относимся к Пушкину И Захарова, тут пушкинские места И лагерь у нас с одноименным названием Решили выбрать сказку о золотой рыбке Дети меня поддержали Дети мне очень помогли в этом Все очень молодцы И, в общем, у нас, я думаю, что все получилось Ну, мне очень нравится ходить в лагерь Мы занимаемся песком, рисованием Играем на гуслях Я не пропускаю гусли, я хожу на них Мне очень понравился этот инструмент Потому что он такой красивый И очень красиво играет Я решила, что запишусь на гусле И буду играть дальше То есть у нас 20 детей Мы набираем всегда Это запланированная такая у нас цифра И от начала до конца сезона Летнего оздоровительного Никогда детей не становится меньше Никогда Июнь у вас открыт лагерь С дневным пребыванием детей Как вы работаете в оставшиеся месяцы? В оставшиеся месяцы у нас работают объединения Но их гораздо меньше Потому что педагогам, как правило, нужно отдохнуть У них у основной массы бывает отпуск Потому что другого времени взять отпуск у них просто нет Только лет Но в любом случае вы стараетесь охватить как можно больше детей Захаровского сельского поселения Чтобы те, кто не уехал на море Или в деревню к бабушке Они могли и здесь отлично провести свой отдых Совершенно верно Ольга Владимировна, чему научились дети за это время? Чему научились дети? Ну, это, безусловно, навыки Изобразительного искусства Декоративно-прикладного творчества Потому что педагоги-то работают с ними профессионально Даже с детьми Которые первый раз пришли на занятия в их объединение Это безусловно Потом вот эти все мероприятия По Пушкиноведению Очень Которые мы проводим совместно с музеем Они тоже очень развивающего плана Там и краеведение охватывается В Московской области И, естественно, пушкинская тема Но лучше знают историю дети После посещения вашего лагеря Безусловно Как минимум историю родного Края родной земли Безусловно Ольга Владимировна, расскажите о вашей команде Кто занимается с детьми? Ну, это все педагоги пушкинской школы Все, которые в штате работают Конечно же, сегодня не могли не спросить Каким был для вас прошедший учебный год Какими победами, какими знакомыми событиями Он и знаменовался Был очень плодотворный У нас есть высокие достижения У нас есть лауреаты первой степени Победители конкурса «Юные таланты Москвы» Например, наш кукольный театр Удостоен такого высокого звания Ансамбль «Гуслеров», в котором вы сейчас придете Там тоже высокие награды у этого объединения А педагог вообще у нас занял первое место В конкурсе педагогов дополнительного образования В этом году в районном сердце отдаю детям И теперь она поедет на область На область, совершенно верно Будет защищать область Что бы вы пожелали всем вашим воспитанникам Вообще всем ребятам этим летом? Ну, что бы они набрались сил Хорошо отдохнули А первого сентября вернулись к нам Потому что мы всем очень рады Дети у нас хорошие Субтитры сделал DimaTorzok Я бы им пожелала набегаться, напрыгаться Провести это время в удовольствие За все то время, что они сидели на уроках Читали книги, чтобы они радовались Чтобы было солнечно в их душах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok